Все сажаем, сажаем с соседкой. И вот что я хочу вам показать. У нас вдруг внезапно засохла сосенка, горная сосна. Вот она была. Вот здесь она росла, где сейчас растет дурман-трава. Вот с такой страшной палкой, вот с такими трубами. Закрытые для того, чтобы собаки не ломали. Ну, я уже говорила тысячу раз. Вот то вот белое, то что я говорила, вот беленькое цветет, это дейция цветет. Довольно-таки капризный кустик. Его как бы все блогеры не советуют его сажать. Реально капризный. Вымерзает, то его жуки съедают, то еще что-нибудь. Вот, лучше сажать жаснит. Что я хочу показать, что я хочу рассказать. Это вот так вот скобиоза у меня вытянулась. Эта роза здесь была, не знаю, высохла, не высохла, не важно. Так, вот скобиоза. И вот смотрите. И что-то говорит соседка, смотри, пропала берез. Сосна пропала горная. Она говорит, мы, наверное, ее перекормили. Я говорю, возможно, перекормили. Берет, она ее и откапывает. Это вот на самой-самой заре нашего увлечения. Стою вверх ногами, плохо разговариваю у нас. Я очень часто так разговариваю. Откапывает она эту сосну несчастную. И мы, вот знаете, два чайника. Сейчас я знаю, как бы ни было, да, нужно размотать корни, все корни размотать. И их чуть-чуть подрезать. Подрезая корни, мы даем старт растению укореняться. Так все говорят, садоводы, любители, все великие блогеры, как я их называю, великие блогеры. Вот смотрите, что было. Это я покупала в ГБУ озеленение в Москве. Вот, я не забуду, где ее покупала. Ну, так запомнилось и все. Теперь-то мы знаем, соседки, что нужно корни достать, расправить. Как вы думаете, могла она выжить? Да не боже мой. Вот так вот. Я сказала еще соседке, Оля, не выбрасывай. Я сниму и покажу, какая прелесть. И почему всегда все советуют, расправляйте корни. Расправляйте корни. Ну, мы тогда еще и не знали, что нужно брать сосновый опад. Не елочный, а сосновый. Это важно. Почему не елочный, я вот эти тонкости не знаю. Можно поинтересоваться, конечно, если кому не лень. Поинтересуйтесь, девчонки, и напишите, пожалуйста. Вдруг вы этот секретик знаете? Я реально этого не знаю. Почему нельзя брать елочный? Почему обязательно нужно сосновый опад брать? Или верхний слой почвы сосны? Ай, камай кусает, вот собака. Вот, все, сделал, помрал. Я ему помогла, короче. Так что вот так вот, оставила я специально снять, специально показать. Точно так же розы. Как бы вас не уверяли. Не-не-не, я сама ее сажала, там все с корнями хорошо. А подрезать? А подрезать. Обязательно нужно прям кончики совсем там 2 миллиметра, 2 сантиметра, но нужно их подрезать для того, чтобы они стартовали. Ну, розы там вверх нужно подрезать, чтобы они стартовали. Так что вот, ложу сюда ее, потом выброшу. Просто сейчас, не знаю, на помойку пойду, не пойду, нет, конечно. Вот так вот, вот такие пироги с котятами, теперь-то мы знаем, теперь мы соседкой профи, крутые, крутяки, прям невероятные. Так, это что я посадила? Скобиозу посадила, вот, написано, скобиоза выживет, не выживет. Сейчас полью. Почему не выживет? Потому что здесь табунами могут и люди пройтись. И хорошо я вот присыпала, я не думаю, что она будет пересыхать, но я думаю, что она вытянется. Скобиоза очень симпатичное растение, очень. Так, ладно, пошла, водички принесу. Так, уже поздно довольно-таки, солнышко нет, жары не печет. Сегодня 28, хоть и не было. У нас в Подмосковье, город Рафаневск. Ой, эквилегия как зацвела. Ну, здесь очень много смыть, и сейчас я покажу. Так, вот это вот, вот это вот тоже зацветает. Ох, я тут посадила, помню, красивый костик беленький. Это вигела вот, зацветает уже. Это розочка, тоже воткнула. Не помню, думала, что запомню, запомню, кого я тут посадила. А, сейчас, так, вот это вот, который душистый, которая ночная красавица, вот это тоже. Я надеюсь, что она выжинет. Ну, бардак здесь, да, порядочный. Вот так вот, вот, эквилегия здесь посадили. Она насеется здесь. Ну, вы знаете, я и не против. Пусть она сеется, пусть растет себе вместо сныти. Так, ну все, пошла еще что-нибудь сделаю. А, пролью, пролью. Ну, так вот, да, здесь дорога, да-да-да. А нам хочется красоты, дорога, не дорога. Хочется же красоты, правильно. Вот, посмотрите сейчас. Это, а, шарики. Я даже не знаю. Ну да, луки, наверное, эти. Ну, господи, что он гоняет здесь детский сад, что ли? Так, сейчас покажу. Вот, какой огромнейший дельфиниум. Очень большой, очень. Он еще подрастет, но уже он, вот, скоро будет зацветать. Уже на бутонах. Ну, такая красота у нас. И вот это вот, зараза. Там вырываю я, конечно, не забудка это или нет, я не знаю. Но вырываем. Смотрите, будьте осторожны. Очень тяжело потом пропалывать. Очень тяжело. Спасибо.